Всем привет! Всем привет, мои хорошие, дорогие, любимые! Меня зовут Элла, вы на моем канале, на котором мы с вами обычно обсуждаем разные темы, но в основном говорим, конечно, о парфюмерии. Сегодня будет именно такое видео парфюмерное, в котором я бы хотела рассказать вам о своих ароматах ноября месяца, то есть те ароматы, которыми я уже пользовалась, которыми еще буду пользоваться до конца месяца. Ну и, естественно, тем, кому это интересно, можете сегодня оставаться со мной, те, кто смотрит меня постоянно, кто впервые зашел на мой канал, я вас рада всех приветствовать. Если у вас желание есть, подписывайтесь, потому что и дальше мы будем узнавать что-то все время новое о парфюмерии. Ну и, как я уже сказала, ароматы ноября, да, это как бы осенний месяц, холодный промозглый месяц. Почему отдельно такая подборка, я уже говорила, что это связано с особенностями парфюмонячества, хранения ароматов, то есть когда их много, они где-то заставлены, чтобы пользоваться тем, к чему сейчас лежит душа, а не то, что под рукой. Приходится что-то подвигать поближе, что-то отодвигать подальше. Вот именно те ароматы, которые я сейчас приготовила для этого месяца и которыми пользуюсь, о них и пойдет речь. Как всегда будет и ниша, и люкс, и очень-очень бюджетные варианты, поэтому давайте уже начнем и не будем изменять, как всегда, начиная с ниши, с моей любимой шеи, марки, о любви, которой я вам тоже уже много говорила, от аромата от марки By Killian, который называется Love Don't Be Shy, то есть люби, не стесняйся. У меня это вот такой атомайзер с этим ароматом, потому что покупала, я вам тоже всегда об этом говорю, в форме рефила, вот такие классические рефила от Killian. Почему я покупаю так ароматы, то есть это очень бюджетно, то есть те же 50 мл, да, это форма рефила, но если вы найдете вот атомайзер, куда перелить, те же 50 мл, но по цене в два раза почти дешевле, чем флакон. Кстати, в флакон я выложу аромата, и хочу сказать, что Love Don't Be Shy, это, конечно же, один из самых популярных ароматов в линейке черных шедевров у Killian, но его сейчас почему-то перелили в белый флакон. Раньше он шел в черном флаконе, по моему мнению, выглядел красивее, как-то благороднее в черном флаконе, и даром это все-таки линейка черных шедевров. Сейчас после продажи Estee Lauder Killian очень много изменений, в частности, флаконы поменяли свой цвет, вот Love Don't Be Shy в белом флаконе, в котором, по моему мнению, смотрятся неэстетично, потому что жидкость, видите, она такого яркого, насыщенного цвета, и в белом флаконе это просвечивает. Не очень-то выглядит, по-моему, неэстетично, но что ж делать, уже будем пользоваться тем, что есть, как говорится, у меня это, видите, атомайзер, даже не флакон. Аромат Love Don't Be Shy, вы знаете, это сладкий гурманский аромат, который вот именно сейчас, в это холодное время я его оценила. Когда-то я делала видео об ароматах Killian, когда я его только купила, немножко поругала, сказала, что это такая просто сладость, 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 это в кубе, даже не в квадрате, а в кубе. Сейчас вот у меня настоялся, стали выходить какие-то другие ноты, вы знаете, я его действительно оценила, да, аромат достойный. И вы знаете, пирамида у него очень богатая, Love Don't Be Shy, люби не стесняйся, или вот, как я называю, бесстыдная любовь Killian. Вы знаете, этот аромат, конечно, бесстыжен, если он бесстыден, бесстыден его своей такой яркой-яркой гурманской, такой сахарной, карамельной, просто убойственной такой силой. Аромат очень чувственный, очень комплементарный, хоть мне сначала он казался каким-то моноароматом, карамелик и сахаром, сейчас я в нем слышу красивейшие цветы, потому что здесь сам старт уже нероли, бергамот, то есть красивый у него и старт, и сердце очень богатое, цветочное, и ирис, и жасмин, и роза, и цветок жимолости, то есть много цветов в сердце. Базы это, естественно, и ваниль, и сахар, и карамель, и древесные ноты, и, вы знаете, вот цвета, то есть вот эта животная составляющая, которая делает этот аромат какой-то, знаете, чувственной такой животинкой. Вот есть в нем что-то, какая-то притягательная, какая-то вот животная, я бы сказала, притягательность, такой определенно страстный аромат, комплементарный, очень много мужчин делают на него комплименты. Вы знаете, вот в это хорошее, холодное время, промозглое, он красиво звучит, вот я его и достаю на такое холодное время, летом как-то я его не оценила. Красиво он звучит, помимо карамели я слышу здесь красивые нероли, апельсиновый цвет, все-таки цветы вот эти выходят, и, как я уже сказала, вот от животинка придает этому аромату какую-то особенную чувственность. Стойкость у него потрясающая, этого аромата, знаете, просто какая-то запредельная, долго он звучит, причем не монотонно, как я когда-то говорила, то есть не монотонная сладость, играет он вот этими нотами. Ну и шлейф, да, у него есть определенно, не километровый, но он есть, аромат хорош, красивый, оценила, ну, ничего не могу, ничего не могу сказать, браво, Киллиан, как всегда, люблю эту марку. Аромат Love, кто еще не знаком, если хотите, можете познакомиться. Ну и давайте перейдем уже к люксу, это был нишевый аромат от Байкилин. Люксовый, покажу вам аромат, который я тоже достала сейчас на холодное время, это аромат от марки Jimmy Choo, называется он Fever. Покажу вам коробочку, если у меня такая красивая большая коробочка, это у меня максимальный объем 100, по-моему, миллилитров, да. Вы знаете, ароматы Jimmy Choo я как-то не очень жалую, то есть у меня в коллекцию, пожалуй, это единственный аромат от этой марки. Классический Jimmy Choo меня не зацепил, а вот этот фланкер аромата, вот именно Fever, или как он переводится, жар, лихорадка, меня зацепил. И, знаете, это тоже гурманский аромат. Естественно, в холода я уже говорила, что мы достаем все-таки вот эти согревающие гурманские сладкие ароматы, потому что, ну, это их время. И хочу сказать, что этот фланкер меня действительно зацепил своим вот таким ярким звучанием, какой-то фруктовой, какой-то безумной фруктовой, почти тоже по послепательной сладости. Но мне нравится, что он не монотонен в своем звучании, а что он очень красиво играет своими нотами. Вы знаете, пирамида у него тоже достаточно богатая, и хочу сказать, что все-таки вот Fever, жар, лихорадка, то есть вот примерно вот этот аромат в нем, вот это вот какая-то, я бы сказала, что это сладкая лихорадка, прям попослепательная. Здесь в старте есть слива и личи, а личи в парфюмерии я очень люблю, меня вот заинтересовала этими нотами. Слива, которая для меня звучит даже не сливой, а вы знаете, таким тягучим сливовым вареньем на старте звучит этот аромат. Сердце у него это цветы, причем здесь, по-моему, и орхидея, и, если я не ошибаюсь, сердце гелиотроп, да, гелиотроп вот эта нота, которая мне нравится в парфюмерии. Знаете, и база у него, это, естественно, ваниль, бобутонка, это, опять же, какие-то древесные ноты, по-моему, сандал и кофе, нота кофе. И я бы вот этот аромат абсолютно порекомендовала людям, которым нравится такой-то кофе в парфюмерии, потому что старт, я уже сказала, это сливовое для меня варенье, причем такое красивое, даже с нотками где-то какой-то вишневости. Не знаю, может быть, это вот личи добавляют ему такое звучание, но и, как я уже говорила, что чем мне нравится этот аромат, то, что у него вот не монотонное звучание вот этой гурманики сладкой, вот сладкой составляющей, а он потом начинает раскрываться, вот какие-то уже слышатся и в том числе цветочные ноты, вот слышится в нем вот нота жасмина, которая где-то играет, вот в этой сладости проявляется. Ну и в базе вот это, знаете, такое красивое, гелиотроп дает ему какое-то вот такое даже звучание, такое миндально-пудровое, и он так красиво, округло-согревающе в базе звучит уже вот эта нота кофе, вот вместе с этой сладостью. То есть на сладком фоне вот эта нота кофе, она слышимая, и для любителей кофе я бы его рекомендовала. Аромат красивый, он сладкий, знаете, он вот в духе ароматов по карабан, вот и black excess, и pure excess, вот этой гурманики кричащей, и в стиле overdose от Diesel, людей, кто знаком с этими ароматами, вот такой же, вот недаром такой, знаете, для меня это вот какая-то бомбочка, вот сам флакончик в форме какой-то такой бомбочки. И вот такая же вот эта взрывная бомбочка вот этой вот гурманики. Красивый аромат, вот на холодное время, я считаю, что очень-очень достойный аромат, обратите на него внимание, Favour от Jimmy Choo. Ну и следующий люксовый аромат, это аромат новинка 2020 года, аромат от Giorgio Armani My Way. Я покажу вам в коробочке, я вот все ароматы, которые у меня есть, я стараюсь вам показывать в коробочках, потому что, знаете, иногда бывает, что тестеров нет, и флакончик, может быть, вы не вспомните, а вот коробочку, у кого хорошая зрительная память, может быть, вы вспомните. Поэтому я стараюсь показывать в коробочках, если у меня есть они, ароматы. Вот такой красивый флакончик. Я делала целое видео о новинке 2020 года в вот этом аромате, поэтому не буду долго на нем останавливаться. Меня он зацепил, я говорила, прежде всего, с красотой своего флакончика. Я когда увидела флакончика, именно вот эта крышечка такая синенькая, с золотом, она меня просто, вот, знаете, влюбила в себя. И, конечно, аромат, нисколько не жалею, что я себе приобрела вот эту тридцаточку. Сейчас вот в это холодное время, это его время, буду носить, потому что это определенный какой-то, знаете, для меня энергайзер тоже. Для вот дней таких хмурых, серых, когда на тебя наваливается вот эта осенняя депрессия. Это абсолютно антидепрессант. Здесь немного нот, и они для меня вот абсолютно как-то не соответствуют звучанию этого аромата, потому что здесь нет ни одной фруктовой, скажем, ягодной ноты. То есть фруктовые есть, но ягодных нет. А почему-то звучание ягодное, вот особенно на старте у этого аромата. Здесь старт – это, если я не ошибаюсь, по-моему, да, бергамот и апельсиновый цвет. Сердце этого аромата – это тубероза и жасмин. А база – это, естественно, ваниль, мускус и сандал. А, нет, кедр из Вирджинии, то есть кедр. И, знаете, вот немного нот, и они все как-то, ну, мимо, потому что на старте у этого аромата это абсолютно ягодный. Он, причем все ягоды, которые я могу себе представить, это какая-то и земляника, и малина, и какие-то барбариски. Вот такой, знаете, взрывной, красивый, яркий ягодный старт каких-то ягод, вот прям смешанных ягод. Я говорила, что мне пахнет каким-то вот барбарис или даже каким-то земляничными леденцами. Вот такой этот аромат на старте. Как раз в старте он имеет вот эту фазу, самый комплиментарный, пока звучит его старт. На него очень много делают комплименты. К сожалению, он звучит недолго, потом вот вступают уже цветы, слышится и тубероза, который я люблю. Немножко жасмин, он где-то на подпевках. Но и база мускусно-древесная, она просто такая, знаете, делает этот аромат более таким, скажем, уже таким благородным к базе, таким более тихо звучащим. То есть как-то он после вот такого взрывного старта очень быстро успокаивается и очень жаль. Мне почему-то вот больше хочется слышать всегда вот эти ноты старта. Иногда я его даже обновляю для этого. Но, знаете, аромат сам по себе собран неплохо. Очень сейчас, как я уже сказала, в это время я его залюбила. Вот такой антидепрессант, вот этот ягодный старт. Люблю его. И единственная печаль, что вот именно вот этот старт, он звучит недолго. Где-то час, может, даже меньше. Ну и база тоже неплохая этого аромата. Она уже не такая сладкая, но тоже красивая и абсолютно достойный аромат. Ну и, дорогие мои, давайте перейдем к следующему аромату. И я хочу особо о нем сказать, потому что этот аромат уже, скажем так, бренд. Это марка, которая выпускает в основном декоративную косметику. Называется она MAC. Аромат называется Вельвет Тедди. Почему он знаменитый такой? О нем когда-то очень много говорили. Вот такой флакончик. И, вы знаете, он знаменит, наверное, своей похожестью на аромат табака и ваниль от Тома Форда. Выложу где-то фото. И, вы знаете, это действительно так. Это, наверное, вот самый приближенный, самый удачный клон. Хотя ароматов на тему Тома Форда, табака, ваниль, очень популярного аромата много. Я вам сама показывала несколько даже от Zara, тоже неплохих таких ароматов, повторяющих звучание табака, ванили. Но по-прежнему, наверное, положа руку на сердце, скажу, что действительно самым приближенным, самым таким, ну, в своем звучании, таким насыщенным, благородным, наверное, все-таки Вельвет Тедди. Вот этот Вельветовый Мишка, как переводится на занят аромат, так он им остается. Если я вам покажу, тут уже я его, если честно, когда-то, когда мне очень хотелось табака и ваниль, но у меня не было возможности его приобрести из-за его цены, естественно, я ушла, вот купила этот, нисколько не пожалела, уходила с ним за пой. Тогда у меня ароматов было немного. Сейчас, конечно же, у меня есть и оригинальный табака и ваниль, но достала я сейчас именно этот, чтобы его добить. У меня осталось здесь, вот, не знаю, видите ли, нет, прям совсем чуть-чуть, хочу его уже допользовать. Аромат красивый и, по моему мнению, вот, если честно, мне он нравится больше, так как он звучит. Все его технические характеристики, чем сам оригинал табака и ваниль, ну, если мы говорим, что этот аромат, что там, говорит, создавался, наверное, все-таки сознательно повторять, чтобы повторить направление табака и ванили. Вот здесь тоже звучание табака, меда, вот, все, как и в табако-ваниле, вот это тягучее, томное, такое табачное, медовое звучание. Только здесь немножечко, и как бы немножечко повернуты ноты. То есть, если в табако-ваниле я слышу очень явно табак, причем такой, знаете, явный, такой вот, брутальный, то здесь табак очень нежный. Здесь вообще нет в нотах самого табака, есть только цветок табака. За счет этого звучание табака очень нежно, и медовость тоже такая нежная, округлая. И вот само название вельвет тельза, то есть вельветовая мишка, вот у меня так и представляется, какой-то такой мягкий, пушистый медвежонок, который вот просто объелся так вдоволь этого меда, поэтому он так источает вот этот такой мягкий медовый аромат. Вот такой вот этот окутывающий, медовый, согревающий аромат вельвет тельзи. Очень его люблю, вот даже, если честно, больше, чем табака-ваниль. Вот сейчас просто добью, чтобы флакон, ну, уже почти пустой, жалко его хранить. Сейчас я его, да, пользую, потом перейду на табака-ваниль. Очень советую всем говорить о бюджетности его, то есть очень такой большой не приходится, потому что аромат, ну, по цене такого среднего люкса, но цена, его все равно в 2,5 раза дешевле, чем, скажем, вот приватной линейки Тома Форд табака-ваниль. Для людей, кто хочет себе табака-ваниль, очень советую, если вы еще найдете, вот аромат от Мак Вельвет Тедзи. Мой любимчик на холодное время, просто красота, вот эта табачно-ванильная. Ой, табачно-медовая, прошу прощения. Ну, и следующий аромат, это тоже люкс, и это уже еще более такая, наверное, редкая марка, они немного говорят. Аромат называется Woman. Man, прочитаю Candid Charms, Candid Charms от марки Hilfiger. Такая коробочка, тоже покажу в коробочке. И этот аромат тоже абсолютно вот такой аромат для холодного, конечно же, время года. Вот такой красивенький, посмотрите, флакончик, вот такой бантик красивый. Вы знаете, этот аромат, я вообще как-то зашла в Дуглас, по-моему, в прошлом году. Стояли вот эти коробочки с большой скидкой. Не было тестера, купила я его слепой. И вы знаете, нисколько не жалею, потому что этот аромат, как я уже сказала, такой тоже красивый, согревающий, абсолютно гурманский аромат на холодное время года. И вы знаете, марка Hilfiger, я уже сказала, она такая не очень растиражированная. Все мы знаем, наверное, самый популярный аромат Grazie, спасибо, в том числе и Луки Турину, который дал высокую оценку ароматы именно Girl от Tommy Hilfiger. То есть мы знаем вот этот аромат Girl от марки Hilfiger, но остальные ароматы как-то незаслуженно, вот так непопулярны. Вот этот аромат Woman, то есть это фланкер аромата Woman Kanda Shams, как я уже сказала. Вот это такой для меня аромат, я даже не буду говорить, какие здесь ноты, для меня он звучит очень понятно, очень просто, по-гурмански, как какой-то такой сливочно-фруктовым пирогом, прям, вы знаете, вот есть у него какая-то сливочная, прям вот такая тестовая составляющая, какого-то сладкого пирога, фруктового, который испечен вот так на скорую руку. Такой же вот для меня этот аромат, он понятный, он такой домашний, он такой уютный. Вот его я ношу, когда холодно, когда хочется, знаете, вот чего-то, какого-то теплого пледа, согреться в каком-то уюте. Он вот сейчас, да, и на улице он красиво звучит, нот у него тоже не так много, вот The Start, это груша и мандарин, мед, инжир, жасмин в сердце, и база у него это ваниль и бобы тонко, то есть тонко. То есть тоже немного нот, как вы видите, все в основном гурманские составляющие. Инжир в сердце, он почти не слышится, то есть для любителей инжировой ноты не сюда, инжир практически не слышится. Но вот все остальные ноты создают звучание, вот, знаете, это пирога с какой-то фруктовой начинкой. Причем вот слышится прям такая, знаете, как я уже сказала, вот прям вот даже тесто слышится, какой вот фруктовый пирог. И наношу его тоже, когда, как я уже сказала, вот хочется, может, какой-то чаепития с каким-то таким вкусным пирогом, но печь неохота, лень, наносишь этот аромат, ну, конечно, это шутка, но, тем не менее, звучит он вот так уютно, по-домашнему, и очень хорош для таких прогулок, вот, в холодное время, когда ты окутываешься таким теплым шарфом, наносишь этот аромат, он тебе еще создает какое-то ощущение вот этой вот теплоты, какой-то домашнего уюта. Интересный аромат, если вы его где-то найдете, попробуйте, мне он пришелся по душе, вот, именно в холодное время года. Ну, и, дорогие мои, следующий аромат, это моя такая находка, новинка тоже этого года, я вам сейчас покажу. Вот недавно я его приобрела, аромат, видите, ALV от By Alviero Martini, то есть этот аромат, вы знаете, от марки, есть такая марка люкс, марка Prima Classy, то есть первый класс, by вот Alviero Martini, или Martini, не знаю, как правильно ставится дарение, вы знаете, это люксовая марка, которая выпускает и сумки, и одежду, и обувь, такого среднего, ну, скажем так, класса, ну, это люксовая марка все-таки, и у нее было до этого и несколько ароматов в том числе, кстати, визитная карточка, наверное, вот марки первый класс, Prima Classy, это, вы знаете, такие вот кошельки, сумочки с принтом вот под мировую карту мира, вот кто, наверное, ну, интересовался, может быть, где-то визу, вот именно это, наверное, такая визитная карточка этого бренда, но хотя много и других вариантов сумок, обуви у этой марки, ну, и, как я уже сказала, это новинка 2020 года, в этом году, помимо тех ароматов, что уже было у марки, вышла вот эта линейка вся новая, ее представил сам, по-моему, Альвера, вот Мартини, или Мартини, не знаю, это пять ароматов, эта линейка, это почему называется Айлвеб, там, Андары, Андары Лонтану Вьяджандо, то есть путешествие, отправляясь далеко, отправляясь далеко путешествия, как переводится, да, называется он Паспорт все ароматы, но только отличается по названию, то есть эта линейка, это посвящена пяти итальянским городам, островам, то есть у меня вот эта Таармина, а вообще пять ароматов, там, по-моему, Венеция, Рим, Ференция, остров Капри и вот эта вот Таармина, Таармина – это городок на Сицилию, подножие вулкана Этна, то есть такой же вот этот аромат, себе я приобрела именно этот аромат. Остальные ароматы, они тоже все очень интересные, вот, кстати, кто увидит эту линейку, я советую познакомиться, но остальные ароматы, они очень самобытные, очень интересные все, но больше вот с уклоном к какой-то все-таки свежую такую мужскую сторону, а вот этот аромат – это самый женственный, самый такой аромат, который, конечно же, мне очень понравился, коробочка, кстати, я показывала, не знаю, видите, Это вот все вот, поскольку путешествиям посвящена вся линейка, в таких штампах, которые вот ставят обычно в паспорте, да, на таможне, и на прохождение контроля, и флакончик тоже, и кто видит, там видны такие штампы, ну, обычная соточка. Вы знаете, этот аромат очень мне понравился по звучанию, Тармина, это вот южный город у подножия Этны, и вот такой же этот аромат чувственный, вот с чувственностью вот этих сицилийских красот, с таким же взрывным характером, как и Этна, да, который вулкан, который вроде спит, но, я прошу прощения, у меня иногда выскакивают какие-то непонятные итальянские слова, который спит, но иногда может и взорваться, да, иногда он все-таки дает о себе знать, такой же этот аромат. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что это аромат, который очень мне напомнил по звучанию аромат от Монсера, роз ваниль, выложил где-то флакон, и также роз маск от фирмы Монталь, то есть это такая же гурманская роза с хорошей долей ванили. Мне как-то в последнее время везет вот на эти ароматы, потому что недавно я показывала Мадзар и роз гурман, которые тоже похожи на эти ароматы, но вот этот аромат я нисколько не пожалела, что купила, потому что в звучании, да, он похож, здесь тоже роза, тоже ваниль, тоже есть немножко мускуса, потому что Монтальевский мускус я не люблю, здесь вот именно та доза, которая нужна, но звучание у него немножко другое, он какой-то более такой, знаете, вот сосредоточенный, более, как я уже сказала, с огоньком аромат, ваниль здесь очень сухая, и роза здесь, она более какая-то приглушенная, то есть здесь нет такой раскрытия этой розы, она слышится, но в основном, конечно, это ваниль, это какие-то древесные ноты, красиво звучит этот аромат, мне очень он понравился, то есть несмотря на то, что у меня есть все перечислены, да, и роз гурман, и вот этот вот, и роз маск, но вот этот аромат буду носить сейчас вот в холодное время с удовольствием, у него очень хорошая стойкость, очень такой, не очень большой, но очень такой объемный, красивый шлейф, на него мне уже делали комплименты, не так давно, вот буквально недавно я купила, но уже его поносила, довольна, если вы где-то увидите эту линейку, вот я вам советую, Таурмина, вот из этой линейки АЛВ паспорт, паспорт, очень вам советую, если вы где-то найдете, познакомиться, прям красивый аромат, и, наверное, действительно, вот самый красивый, насколько мне понравился больше всех из этой линейки. Ну и, дорогие мои, два последних, это очень бюджетный вариант, я уже говорила, один из них я тоже вам показывала, это аромат ванилоблоссом от марки Монатем, итальянская марка, который позиционирует себя как натуральные ароматы, да, ароматы природы, что они используют только натуральные ингредиенты, ванилоблоссом, вот такой флакончик, жидкость в этом аромате, она очень потемнела, я всегда вам говорю, что это говорит о наличии натуральной ванили в аромате, то есть это ни в коей мере не говорит, что аромат портится, вы знаете, этот аромат, я уже о нем говорила, я всегда достаю тоже в холодное время года, здесь тоже не так много нот, вот здесь буквально, знаете, фруктовые ноты, ваниль, древесные ноты и, по-моему, ваниль, древесные ноты, фруктовые ноты, то есть очень мало нот, но для меня вот это красивое какое-то фруктовое звучание ванили, причем ваниль не сладкая, и я говорила вам, что вот этот аромат в холодное время года, я когда на себя наношу, я ловлю себя на мысли, что мне очень нравится ощущать его себя, вот этот аромат, то есть я от себя буквально вот начинаю просто вот балдеть, и не так много у меня таких ароматов, о которых я говорю, я сама от себя балдею, да, у него нету ни шлейфа длинного, у него, может, нет какой-то запредельной стойкости, о которой вот все мечтают, когда покупают аромат, это аромат абсолютно для себя, вот такой же уютный, окутывающий, согревающий, красивая вот такая, знаете, не сладкая ваниль, то есть она не ваниль из выпечки, вот как ванилин, а вот эта вот такая сухая, стручковая, кто видел вот натуральную ваниль, вот такая же и ваниль, фруктовые ноты идут только фоном, а на самом деле это вот красивое такое не сладкое звучание ванили, люблю этот аромат, советую познакомиться, кто найдет эту марку, уже о нем много говорила, хочу еще раз сказать, что это один из красивых таких почти монозвучащих ванильных ароматов, сухая такая добротная красивая ваниль с примесью вот этих фруктов, каких-то фруктовых нот. Ну и, дорогие мои, последний аромат на сегодня, это очень бюджетный, естественно, вариант, аромат от Zara, я уже его, по-моему, показывала тоже в своем видео тег, три аромата для трех нот, аромат называется Tempting Rose, такая красивая бутылочка, видите, какое оформление у Zara, даже для Zara такая необычная бутылочка, и вы знаете, этот аромат тоже гурманский, конечно же, и тоже вот абсолютно на холодное время года, три ноты, как всегда у Zara, это красные ягоды, роза и нота кофе, опять же здесь, три ноты, звучит красиво, натурально, никакой химозности, очень по-гурмански, и вы знаете, этот аромат вот, ну, действительно, вот сейчас вот в холодное время как-то заиграл, летом я его отставила, потому что летом он терялся, как-то абсолютно не звучал, вот сейчас он стал красиво раскрываться, роза, хоть и в названии Stamping Rose, но роза здесь практически не слышится, здесь слышатся, конечно, вот эти красные ягоды и кофе, вот такое, знаете, какое-то подкисленное тоже звучание кофе, вот эти красные ягоды, они с кислинкой, аромат красивый, гурманский, и знаете, за вот эту цену я бы сказала, что, конечно, он звучит гораздо дороже, чем цена вот этого аромата Zara, Zara мы знаем, это бюджетные ароматы, красивый для любителей вот таких гурманских ароматов, сладких, в том числе и кофейных ароматов, я бы советовала тоже попробовать, он, по-моему, еще у Zara есть в наличии, Stamping Rose, красивый аромат, и, вы знаете, я уже говорила, что Zara меня постоянно как-то восхищает, все время какие-то сюрпризы преподносит, ароматы все время как-то улучшаются, вот это один из ароматов, очень достойных у Zara, Stamping Rose, как всегда, из трех нот шедевр, ну и, дорогие мои, на сегодня это все, пишите, какие ароматы фавори у вас, вот на ноябрь, то есть, какими ароматами пользуетесь сейчас вы, спасибо те, кто до конца досмотрел это видео, если вам понравилось, можете ставить лайк, всех вас люблю, всех целую, увидимся в моих новых видео, всем пока!